МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город имеет стратегическое значение. Он расположен на трассе ведущей из Турции, рассказал собеседник агентства. Несколько дней назад бойцы КСС освободили город Минех и одноименную авиабазу, тем самым отрезав путь снабжения террористов из приграничного города Азаз в Тель-Арифаат. С юга в двух километрах от Тель-Арифаат идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами. С Беларуси Евросоюз снял почти все санкции, начиная с президента страны Александра Лукашенко. Кроме него, санкции сняты со 170 человек плюс с трех юридических лиц. Санкции против физических лиц, число которых входил Лукашенко, предусматривали замораживание в Европе банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз. Объяснили такое отепление в отношениях с белорусами в ЕС освобождением властями политических заключенных. Под санкциями остались в Беларуси четыре человека. Их считают причастными к исчезновению представителей белорусской оппозиции. Сохраняется оружейная эмбарго в отношении Минска. В Женевском дворце нации прошла презентация российских вакцин от лихорадки Эбола. Как рассказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, работа над ними была начата в России в октябре 2014 года. И в течение 15 месяцев две вакцины показали максимальную эффективность при полной безопасности и хорошей переносимости. Как уточняет ТАСС, в 2015 году были проведены как доклинические исследования, проводимые в лабораторных условиях, на мелких животных, на приматах, обезьянах, так и целая серия клинических исследований первой и второй фазы. По результатам этих исследований, две разработанные вакцины были зарегистрированы в Российской Федерации с разрешением для применения. Причиной взрыва, произошедшего накануне в Дагестане на посту ГИБДД, стало самодельное взрывное устройство. Его мощность – порядка 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, бомбу привел в действие смертник. Известно, что недавно он присягнул на верность ИГИЛ. По последним данным, жертвами теракта стали два человека, 17 раненым. По предварительным данным, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в момент, когда его пытались остановить для проверки документов. О том, насколько мощным был взрыв, говорит тот факт, что от машины смертника остались лишь обломки. На месте взрыва – небольшая воронка, сгоревшие автомобили. Сообщается, что это может быть некий 23-летний уроженец Дагестана, вернувшийся с обучения из Астрахани. В архивах Чешского музея музыки в Праге обнаружено неизвестное совместное сочинение Моцарта и Сальери. Это настоящая сенсация в музыкальном мире, заявила представитель музея. Потерянному произведению более 200 лет. Факт его совместного написания Моцартом и Сальери опровергает самую распространенную версию убийства величайшего австрийского композитора итальянским коллегой по цеху. Наоборот, они относились с уважением друг к другу и, скорее всего, были хорошими и искренними друзьями, считают в музее музыки. Подробности находки там обещают раскрыть чуть позже. К местным новостям. По сообщениям синоптиков, с сегодняшнего дня наша область будет находиться под влиянием антициклона. А это значит, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточного направления 5-10 метров в секунду. Ночью по области прогнозируется минус 12, местами 22 градуса мороза. Днем минус 5, минус 7, местами минус 10 градусов по Цельсию. По городу ночью 15-17 градусов ниже нуля. Днем минус 6, минус 8. Целый месяц каждый октябрь сможет свободно попасть в любое подразделение ДЧС. Месяц открытых дверей спасатели приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны, который будет отмечаться в первый день весны. С 15 февраля по 15 марта в пожарных и спасательных частях для всех желающих будет проводиться интерактивные уроки, конкурсы и викторины. Как пережить мировой кризис? Что должно сейчас стать главным жизненным приоритетом? И какие государственные программы помогут во всем сориентироваться? Эти и другие вопросы накануне разъясняли работникам локомотивного депо активисты партии Нуратан. Партийцы постарались дать разъяснение по всем государственным направлениям и программам, которые станут стратегическими на ближайшие годы. А также о тех изменениях, которые произошли в законодательной сфере. К примеру, вопрос о социальной помощи. Теперь она будет оказываться адресно. Решать бытовые проблемы тоже необходимо, полагаясь на собственные возможности. При этом сотрудникам депо все же пообещали решить вопрос о строительстве общежития. Накануне исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Вооруженный контингент, куда призывались солдаты-срочники со всего Союза, находился в горячей точке, выполняя свой долг перед Родиной. И по традиции 15 февраля актюбинские участники локальных войн собрались у стелы погибших героев. Ветераны афганской войны, уже посидевшие с годами, принимали искренние поздравления с тем, что вернулись живыми. С нашей области, с 1979 по 1989 годы, в ряды вооруженных сил ограниченного контингента призваны были 1742 человека. 26 из них так и не вернулись домой. Один до сих пор числится пропавшим без вести. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте. www.rikotv.kz